Перед торжественным открытием выставки Геннадий Васильевич еще раз обходит зал и галереи. Параллельно показывает друзьям и коллегам новые портреты, выслушивает мнение о сделанной работе. Папа, да? И руки ты показал, докторские такие. Он изумительный гравер, поэтому мы уже не разбираемся, что после встречи. Торжественное открытие экспозиции состоялось в конференц-зале ИКЦ. Автор рассказал, что на выставке представил работы последних 25 лет, объединенные общей темой «Россия постсоветская». Жизнь – это вот такая вещь, которая по-разному трактуется художником. Меня вот так устроит, видимо, мое сознание, что я на все пытаюсь откликнуться. После официальной части все желающие смогли пройти на выставку, где сам Геннадий Животов представил свои картины. По сути, это был еще и своеобразный исторический экскурс. Он был отправлен Лузначарским в Париж в 1935 году, где буквально положим на локотки всех французов. Первое, что бросается в глаза на выставке – огромное разнообразие техник, которыми пользуется художник. А также потрясающее настроение, которым он делится со зрителями. Воздушные и солнечные картины здесь соседствуют с полотнами, полными трагизма. Особое место в экспозиции занимают несколько работ серии «Афганский дневник», созданные по итогам поездки в Афганистан в начале 80-х годов. В 1982 году первая командировка была. Это было потрясение, конечно. Ну и все были потрясены, понимаете. Мы про эту войну-то не знали почти, очень мало, а там на месте, ну я видел, перевозили очень много раненых. И, ну, ощущение, конечно, какого-то тревоги, оно тогда присутствовало. Среди посетителей выставки немало и учеников Геннадия Васильевича. Он более 40 лет преподает дисциплины «Академический рисунок» и «Академическая живопись». Профессор – заместитель руководителя учебного центра «Арт-дизайн» Российского государственного гуманитарного университета. Настолько позитивный и добрый. С ним, в общем-то, всегда есть о чем поговорить. Особое место в экспозиции занимают портреты. На них художник запечатлел для истории друзей, земляков, коллег-художников и писателей, политических деятелей и фронтовиков, учеников и просто красивых людей. Некоторые посетители выставки с удовольствием узнают на картинах себя. Ему удалось передать и характер, и настроение нас обоих, и, мне кажется, естественно, есть и сходство. И мне было приятно увидеть здесь, потому что я ее видела еще не законченной, то есть я не ожидала увидеть здесь эту картину, и прихожу. Было очень приятно. Немало картин посвящено прошлым и настоящим политическим событиям. Здесь и шаржены политиков, и полные экспрессии картины, посвященные самым трагическим мировым событиям. Например, как эта, названная 11 сентября. Сам мастер считает себя современным художником, но не любит в творчестве эксцентричных экспериментов. Есть такие современные художники, а есть несовременные художники. Я считаю, что можно и такими достаточно консервативно-классическими средствами выражать современность. И я этим выставкой хотел, хочу это доказать. Выставку картин Геннадия Животова можно посетить в историко-культурном центре до 30 апреля. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.